всех приветствую сборка 6820 новый игровой системный блок корпусе cougar dooface 2 лица и здесь закаленное стекло спереди может меняться на вот такую вот сетку вот как в этом системнике целиком мордочка отстегивается и можно либо закаленку использовать либо стекляшку есть пыльник который можно почистить сбоку закаленное стекло прикрыто металлом каждом ролике про этот корпус одно и то же говорю на самом деле корпус зачетный легко снимается боковая крышка типичный системник эта конфигурация самая продаваемая из игровых системных блоков это сборка с процессором cura 5 12400 либо 12400f видеокарты rtx 360 но в данном случае отличие идет то что блок питания здесь запасом здесь сертификатом бронза идет блок на 750 ватт залман giga max так как корпус позволяет установку видеокарты 4 серии а 4 серия это видеокарт который кушать умеют прилично пока 40 70 это минимум и там блок питания требуется не самый простой вот заранее здесь стоит хороший за 4900 рублей на 750 ватт видеокарту что 4070 что 48 сюда можно поставить а так как идет определенный переходник питания у видеокарты вот точно такой же корпус и от обратить внимание сейчас стекло снимем смотрите как переходник выпирается его нельзя гнуть и он этой стекляшкой никаким образом не придавливается в общем этот корпус рассчитан под установку видеокарт собственно под это дело блок питания сразу заложен надо будет увеличить проапгрейдить компьютер поверьте никакой процессор здесь толку не даст там памяти можно больше это любая материнская плата справиться от блок питания быть загвоздкой для мощных видеоадаптеров тем более сколько они будут стоить через год два еще неизвестно возможно здесь будет процессор кора и 5 12400 в безстрой на графике 70 примерно ваттный но все равно тепловые трубки используются поэтому кулер минимум на двух тепловых трубках базовая частота 2 и 5 до 4 и 4 ерца гонится 6 ядер 12 потоков и по производительности он такой же как топовый процессор трехлетней давности кора и 9 9 900 кс причем в 1 потоке еще и мощнее процентов так на 30 то есть в играх он гораздо гораздо быстрее для подобных процессоров которые потребляют 70 80 100 ватт абсолютно без разницы какую материнскую плату вы будете использовать дорогой либо недорогую дорогая материнская плата нужно для кашных процессоров где повер лимит влияет на производительность здесь повер лимит будет максимальной никаким образом материнская плата процессор не ограничат а этот процессор скорее всего лет так на 5-6 здесь пропишется потому что особой разницы нет мощнее у вас будет процессор либо даже слабее тут же и 3 12 в играх будет давать ту же самую картинку но вот хочется же и 5 обычно поэтому в таких сборках все-таки используется кора и 5 материнская плата и нас ай и 610м и ddr4 8 фас питания 8 пиновая колодка до питания если разъем ультра м2 подым в имя накопителей два слота оперативки ограничены чипсетом на 3200 мегагерц максимальный объем это 64 гигабайта 2 по 32 но сейчас стоит 2 по 8 фирма silicon power на 3 200 работает двухканалях вам два разъеме находится нвм и накопитель патриот p300 на 512 гигабайт и видеокарта geforce rtx 3060 на 12 гигабайт полноценная 192-битная бывает 8-гиговая версия подрезанные пример на 20 процентов производительность 128 битные ну а здесь полноценная поли дуал с хорошей системой охлаждения для 30 60 более чем достаточно реализован фан стоп видеокарта в простое даже вентиляторами крутить не будет тест у нас прошел и свои заветные попугайчики компьютер набрал но по деньгам 67 тысяч рублей ровно и вот скажем так переплата примерно 2000 рублей это от самого можно сказать простого корпуса и от самого простого блока питания который здесь должен ставится это переплата вполне себе будет оправдана